В минувшие выходные подведены итоги республиканского турнира среди более чем 20 команд. Инициатором проведения спортивного праздника выступила молодежь Ботлихского района, Братская сила андийцев. О целях проведения и о том, кто же стал в итоге лучшим, узнаем в следующем материале. На окраине Махачкалы собрались более 20 команд с разных районов и городов республики. Это ежегодный футбольный турнир, который проводит молодежь Ботлихского района. На открытии выступали инициаторы соревнований и те, кому не безразлична судьба подрастающего поколения. Мы периодически проводим различные мероприятия не только по спортивной части, но и духовно-нравственным воспитанием занимаемся мы. Совсем недавно мы проводили в Селине Гогатле республиканский маджелиз, где принимали участие наши алимы. Потом мы приглашали из соседних республик, Синдушетии, Чеченской республики, тоже приехали. Национальные виды спорта развиваем. После приветственных слов команды начали готовиться к предстоящим играм. Первый символический удар по мячу нанес самый молодой зритель. Основная цель турнира – сплочение молодежи разных национальностей, укрепление дружеских отношений между народами Дагестана. О важности проведения таких турниров рассказал один из организаторов, представитель общественной организации «Братская сила андийцев». Такие спортивные мероприятия проводим для популяризации здорового образа жизни среди нашего подоставшего поколения, потому что спорт объединяет. Спорт – это здоровье, воля и мужество. Мы хотим, чтобы в нашей молодежи были спортивные, крепкие, сильные ребята, чтобы у них не было вредных привычек, чтобы они не пили, не курили. Вот к этому мы стремимся. Поддержать любимые команды на турнир прибыли и взрослые, и дети. Воспитывая молодежь, нельзя забывать о предках, на которых должно равняться подрастающее поколение, подчеркивают аксакалы. У нас много исторических фактов, которые наши отцы и деды показали, патриотизм и свободолюбие. И мы потомки тех отцов и дедов. Вот сейчас в этом году мы отмечаем 220-летие со дня рождения имама Шамиля. Вот вам живой пример лидера. Первое место и Кубок чемпионов достался команде села Бутуш. А серебряных и бронзовых медалей удостоились футболисты из села Новогогатли. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, Гамзат Нурмагомедов. Специально для телеканала ННТ.